Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на обзор варкапа под номером 244, 5, да, ну где-то там, карта R7 Reanimated, очень старенькая карта, текстура не очень классная, я думаю, что они размылят абсолютно полностью всю картинку, поэтому я сделал пикмипа побольше, я думаю мы пожертвуем текстурами, но зато будет картинка поприятнее. В общем-то карта R7, все его я думаю знают по таким известным картам как R7 Time Lock, там Klim World и так далее, некоторые из них даже были у нас уже на экстре, и то ли на варкапе даже где-то, где-то вот тут в общем-то они были. В общем-то начинаем мы в таком грубо говоря туннеле, выбора у нас нету, нужно стрейфить по паддикам, далее у нас здесь в УК-3 просто начинается спейсинг, чтобы не запнуться, а в ЦП в целом можно делать даблджампы и собственно все. Далее падаем вниз, здесь у нас просто такая платформа, не знаю зачем, здесь у нас с другой стороны рампа, тоже непонятно зачем, для чего это нужно и может быть какая-то секретка где-то есть, которая открывается с этой рампы и так далее. Но в целом у нас есть такая вот, такое окно сверху, дают плазму, 75 плазму и очевидно нужно плазмить. Плазмлю я сбоку, потому что здесь у нас раз сделал специально даже вот по этому шву, видно что он вот эту вот, вот эту часть он сделал пошире, чтобы напрямую не поднимались и ударялись головой. Раньше так очень часто делали, это такой распространенный в целом маневр так скажем, далее у нас идут обычные паддики, просто пропрыгиваем, дают ракету и здесь у нас поворот вниз. В целом можно конечно и без ракеты пройти, ну ракета больше для Кутритона и далее у нас по моему где-то здесь отбирают ракету, так что нам в любом случае надо ее использовать, даже если мы в ЦПМ ее нигде не юзаем, то в этой области в любом случае нам надо ее выстрелить, чтобы получить скорость. Далее у нас небольшие лабиринты, ну как лабиринты, просто поворот на 180 и видим мы что сверху есть какой-то мост, пока забраться мы на него не можем. Проходим далее, здесь у нас ступенечки, все очень узенько, после ракеты там наверняка еще будет много скорости и проходим через этот мост. Здесь у нас две рампочки и 6 гранат, не знаю зачем 6, но как бы может быть для того, чтобы потренить, но забираться нам туда наверх. Успешно забираемся, 16696 димон привет и здесь мы можем просто... Спасибо. Здесь мы можем просто... Что я тупой? С целым багом просто взять и финишировать, это у нас уже финиш, то есть мы поднимаемся, просто присасываемся, так сказать, в потолку и продолжаем... Точнее не продолжаем, а заканчиваем эту карту. В целом карта очень прямолинейная, понятно что можно сделать где-то минус джамп там, минус джамп тут в силу как бы скилла. Но есть, я думаю, нужно сказать только об одном основном моменте, все остальное мы посмотрим в демках, потому что карта действительно очень прямая и каких-то совсем... Разнобоя по дорожкам точно не будет, и в общем-то кто уже может быть успел заметить, то здесь есть такие вот столбы, такие как бы выделенные браши, и снизу есть трампочки, и по бокам есть трампочки. В чем прикол? А прикол в том, что мы, будучи цпэймерами, ну можем во-первых спеком даже просто пролететь и посмотреть, что вот эти рампочки, они находятся примерно на уровне вот этого подъема. И в целом, так как это цпм, и у нас тут около 900 упсов скорости, то мы можем попробовать, ну первый вариант, который мне бросался в глаза, это мы прыгаем, подбираем спейсинг себе, делаем здесь прыжок на самом краешке рампы, и следующий прыжок делаем вот здесь вот. То есть мы, получается, делаем условный даблджамп об рампу, и сюда залетаем, но это было не очень просто в целом, и естественно ребята потом нашли другой отличный способ, более простой, мы также делаем даблджамп, и прыгаем вот об эти вот маленькие штучки, и просто сохраняем почти всю скорость, и далее можем еще и минус джамп делать сразу на этот пад, а если еще, или не на этот, а по-моему вот сюда, да, по-моему вот сюда вот. Сразу прыгаем на этот падик, с этого падика мы прыгаем на следующий, но берем пошире, чтобы с этого падика здесь уже не делать прыжок, а просто мы приземляемся почти на край, и просто соскальзываем, поворачиваем и стреляем в ракету. Это в целом роут был бы, ну, такой, самый топовый. Ну и здесь, естественно, тоже нужно сохранять максимальное количество скорости, если все удачно, везде завернешь, делаешь даблджамп, забираешь гранату, и сразу же наперед, конечно, в полете кидаешь, здесь уже внизу ее таймишь, поднимаешься наверх и так далее. Ну и еще очень важный момент, который будет, скорее всего, решать во многих демках, то, как вы вылетите с гранаты, потому что, если вы вылетите с гранаты очень медленно, то вот это все расстояние, сколько тут раз-два прыжок, это все очень много потратит вам времени, поэтому, кто лучше с гранаты вылетел, по сути, тот и победил уже в топовых демках. Так как скорости там везде примерно одинаковые, потому что повороты очень узкие, ну и, как бы, особо соревноваться здесь не в чем, если только вот во фреймах, кто почище пройдет, кто побольше скорости сохранит, и все такое. В УК-3, естественно, нужно проходить с плазмой, другого варианта у нас нету, и в остальном, как бы, у нас... Хотя, я не знаю, по поводу УК-3 можно ли оттолкнуться от этих же брашей, с другой стороны, к примеру, но нам по-любому надо будет забираться с плазмой, плюс там ступеньки, плюс ракету мы в любом случае используем потом для поворота, точнее, ну, чтобы упасть на первый этаж. Ну и все, там дальше граунд фрейм, граунд фрейм, и все в порядке, да, Люська? Ха-ха-ха, да! Текстурость в итоге теряешь, то есть то, что ребята потом нашли, вот от этих штук, а я их раньше, честно говоря, вообще даже не замечал, потому что, видимо, текстура говно, то... То, что... Ну, то, что, в общем... Вот этот способ, он гораздо и гораздо быстрее. Давайте перейдем к демкам, собственно, не знаю, что там еще рассказать вам. Так, начнем, как всегда, пока 3 демок не очень много, но они все по 30 секунд, поэтому придется посидеть все равно в любом случае. И, ребята, я не знаю, давайте в комментариях, кто сейчас смотрит, давайте в комментариях мы узнаем, стоит ли делать обзор только, допустим, топ-10 демок, Или только, там, топ-20, топ-15, если демок очень много, потому что это реально занимает очень много времени, получаются полуторачасовые, двухчасовые обзоры. Ну, вот, Лекс, да, использует ракету для того, чтобы просто оттолкнуться назад от стены. Стрейф у Лекса неплохой. Здесь тихонечко, просто, почти пешком забирается. Гранату кидает наперед, но не получается. Еще такой момент, я не рассказал, что граната имеет свойство отпрыгивать, если вы ее... Она как попрыгунчик, если вы ее кидаете сверху, она отпрыгивает на, там, по-моему, на пол высоты, наверное, с которой вы ее скинули. То есть, ну, по-моему, да. Ну, что-то, ну, не на пол, ну, что-то такое. Вообще, она как попрыгунчик прыгает, это граната. Поэтому, там была особая сложность с Капеламина 42.9, чтобы закинуть гранату наперед. Вот, у Скапеламина здесь уже спейсинг проработан, он уже знает, как ему надо прыгать. В любом случае, конечно, подбирает плазму, правда, не сразу. Так же используют ракету, но тут трудно, наверное, использовать ракету как-то по-другому. Задом чуть-чуть прострейфил, но это нормально для удобства просто. Как бы ничего в этом сверхъестественного, я считаю, нету. Отличная была граната наперед, и он еще хотел, он еще гранату наперед хотел затаймить с бфгой. Это, конечно, блин, классно было бы, если бы получилось, но в этом нету реально особого смысла, потому что тебе надо тогда ждать, по сути, гранату. А с бфгой ты и так быстро можешь забираться, поэтому, да. 42.5 вулканой. Неплохой климп, но можно было бы, конечно, и побыстрее. Хорошие церквы. Здесь малого скорости очень набирает после ракеты. Врезается в углы. Ну, это, конечно, фиксить нужно, но я думаю, что это не так легко пофиксить в случае с менее опытными игроками. Потому что контроля меньше, и бфг в конце очень хорошая получил. Хотя, хотя, в целом, можно закинуть гранату вторую во время того, как ты ловишь первую. И в этом случае ты будешь примерно вовремя одновременно с бфгой стрелять и гранату. Но, опять же, есть ли такой дроч, есть ли смысл в таком дрочи, потому что, если ты неправильно словил гранату, то ты зафейлил. А это финал карты, и, типа, это даже не до фвц, поэтому... Ну, такое. Ну, с КПЛМ все равно молодец. Что такое придумал, я даже не думал. И я думаю, многие не думали бы. Хулиган с другой войной. Хулиган с другой. Вот, я думаю, что хулиган здесь чисто на стрейфе зарулил. И бфгу, к сожалению, немножко запорол. Ну, как немножко? Сильно запорол. Соркадимный механик. Ну, у Пашки, возможно, нет времени, поэтому... Немножко недоработанное, конечно, прохождение. У механика точно такой же спейсерк в начале, как у Скополамина. Будут ли такие же гениальные идеи, как у Скополамина? Вот в чем вопрос. Плохой стрейф по паникам. Хорошо оттолкнулся. До 600 даже почти добрал. Аккуратненько. Аккуратненько, нигде не врезался. Тихонечко. Взял ее, прострейфил. И отличная бфг еще получилась. Мог бы, на самом деле, зафейлить, но ладно. Молодец, молодец. Отличная бфг. 38,8. Уже сразу большой у нас отрыв какой-то идет. В 3 секунды почти. Хейз. Тоже хороший спейсинг на старте. Очень, очень четко забрался с плазмы. На этом очень много, я думаю, выиграл у своих оппонентов. Тоже хорошо оттолкнулся. И здесь более граундфреймы четкие. Сохранение скорости более высокое. Ну, в целом, игрок опытнее, конечно. Он имеет представление, наверное, как правильно это делать. Видите, она высоко, граната подлетает. И ты постоянно в одну и ту же точку не сможешь, конечно, кидать. Но примерно можно для себя найти. Плюс текстуры такие еще говняные. 38,7 пашка. И да, классная бфг у Хейза получилась. Отлично оттолкнулся. Неплохие граундфреймы, но... У Хейза, конечно, подчетче это было. Но вот Пашка, мне кажется, в какой-то момент вырвался от Хейза вперед. О, еще и бфг не получилось. Да, обидно, обидно. Мог бы, мог бы гораздо сильнее сделать. Тоже хорошо забрался с плазмы. Неплохо оттолкнулся. А вот-то нужно было прыгать здесь, на лесенке. Надо было прыгать. Потерял, потерял. Очень много времени потерял. Надо было прыгать на лесенке, а не пешком идти. Вот, отличная граната. Я думаю, она в основном порешала. И бфг очень такая посредственная. Но, не знаю, может быть, он решил так засейвить. Типа, то, что он все отлично прошел. Не знаю, но... Бфг не очень, конечно. И на лесенке надо было прыгать. В остальном, вроде как, все более-менее. Покиплоп 37,4. Хорошая очень плазма. 5,8 первый чек. У ребят там 6,2 было. То есть он уже почти на полсекунды их обгоняет. Только на старте. Стрейк, конечно, не очень четкий. Еще здесь скорости немного потерял. Плюс на рампах можно гораздо эффективнее на этих двигаться. Но, тем не менее, граната получилась неплохая. И целый баг не удался. Но... Да, все равно сделал 37,4. Хороший результат. 6,9. Пус. А, ну тут у них... Я понял, у них этот... Я что-то затупил на противопе. У них вначале спейсинг другой. Более эффективный. Поэтому они экономят. Так много. Ну, пузо... Стрейк почетче. Вот он прыгает на лесенке. Еще даже прыжок сделал. Но прыжок был не обязательно, конечно. Ой, здесь еще... Ой, потерял на рампах. Потерял, потерял на рампах. И наперед не закидывал. Решил... Решил засейвить. Не закидывал наперед. И ППК хорошая получилась. Ну, не зря. Не зря засейвил. 36,9. Хороший результат. Стронгест. Стронгест. 36,2. Что-то я даже не знал, что ты демку отправил. Гарринат. Да, ну давай посмотрим, что тут. Ну, начальный спейсинг, конечно... Не самый, получается, эффективный. 6,1 чек. Хотя, лучше, чем у других. С таким же спейсингом. 520 оттолкнулся от стены. Хорошие граунд фреймы, кстати. Очень эффективно набирают скорость после них. И вот, 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 вот рампа. Максимально вообще эффективно пройдена. Не то, чтобы максимально... А, еще хотел гранату тоже затаймить. Ну, классно, классно. Ну, граунд фреймы очень хорошие. На них, я думаю, очень много выиграл. Плюс рампы прошел. Очень круто. И, я думаю, в этом в основной тайме состоит. Но то, что гранату, конечно, хотел затаймить, это тоже очень круто. Высоска половина, молодцы. Где next? 34,6. Тоже пока все отлично. Ну, кианекс, он как бы и в Африке кианекс, он должен... Как бы... О, какая граната! У-у-у-у! Он просто идеальнейшим образом словил гранату. Просто... Просто... Просто вот... Ювелирнейшая граната была в исполнении кианекса. Не знаю, где они еще отжали вот эти секунды. Но, блин. Тианекс, красава, я тебе так скажу. Кисель. Тот самый, который... В честь которого был Кисель Кап. Не знаю, как они связаны и связаны ли. Потому что Кисель вроде как маппер. Или нет? Нет, Кисель... Это я думал, что он маппер. А Кисель Кап маппили другие люди. Ну, короче. Это старичок старичков. Просто... Кланяемся в ноги. Еще Киселю. Это, я думаю, наравне с Кетом, старичок. Как тебе, брат Кисель? Рассказывай, как тебе дела, брат? Давай отправляй демок получше. Вот, чувак. Я не знаю. Он, может, поигрывает, конечно, иногда. Но, блин, все равно, грубо говоря, не быть в общей какой-то тусовке, да? Которая постоянно растет в плане планки скилла. Очень классная ракета была. Очень... Ой, ну тут... Я понял, это минус жампы, короче. Да. И держать вот такой вот уровень сильный. Ой, надо было прыгать. Пешком прошел. Надо было прыгать. Киселек, ну что ж ты, что ж. Прыгнул бы, Романа бы обогнал. Если бы ты прыгнул, ты бы раньше, вот на эту же сотку, ты бы раньше взял БФГУ, и у тебя бы... Точнее, ты бы взял БФГУ. Ну, ты, я думаю, ты сам понимаешь. Мне не нужно тебе объяснять. Но для тех, кто, может быть, не понял, почему я так возмутился, для остальных ребят. Потому что Хокс отмечал, кстати, эту тему, что нужно... Все равно нужно... Прошлые демки, это самое. Ну и, в общем, он шел пешком возле гранаты. И пока он шел пешком, он терял все время. Он мог бы сделать прыжок и взять БФГУ сразу. Так как это БФГУ-3, пока БФГУ достается у тебя, ты как раз приземлишься. И у тебя исчезает вот этот промежуток, который ты ходил впустую пешком. Этот промежуток времени, там, может, полтинничек, да? Но этот полтинничек, в итоге, как бы, он бы мог по нарастающей... увеличится, если бы он прыгнул. То есть, он бы этот полтинчик убрал, и у него бы еще финиш еще быстрее получился. То есть, где-то такая сотка, которую Роман отбежал. Ну, это я так думаю. Давайте посмотрим Романа. Поп-2. Поздравляшки. Жаль, Кета не обогнал, но у Кета там... Фреймадроч. Граунда Фреймадроч. Максимально эффективно прошел плазму. Очень сильная ракета. Ну, и я сказал, минус жампы, да? Ну, фактически не минус жампы, просто немного другой ромб, другой спейсинг с сохранением скорости. Тоже славил очень хорошо гранату. И вот он прыгнул, и вероятно, вероятно, что вот этот прыжок, так как они примерно одинаково прошли, вот о чем я говорю. То есть, вот этот прыжок на бухгалке, он, скорее всего, зарешал, лол. Да, жестко. Норман. Красава, красава. Не знаю, смотришь ли ты обзоры, но спасибо, что участвуешь, очень приятно. Кет, 33-3, обогнал на 100 еще, да, получается? Там 33-4 же было, или нет? Блин, ща посмотрим. Ну, короче, перегнал жестко. Я думаю, что в основном это, конечно же, великие граунд фреймы Кета. Он так сразу отстрелился, и здесь у него скорости меньше гораздо. Ну, старт, по сути, похуже. А, у него граната очень сильная получилась. На 300? Подожди. А где 300? Бля, Роман, короче, я давно хочу предложить, а я все забываю. Давай, я тебя буду приглашать, как спецгостя, чтобы разбирать ВК-3. Потому что иногда, непонятно, не пизды вообще. Если ты вдруг смотришь обзоры, напиши мне где-нибудь в Дискорде. Давай мы с тобой договоримся на какой-нибудь, на пару обзорчиков, может, где будешь сам участвовать, где тебе будет интересно. Посидим, попиздим, так сказать. Ладно, в общем, демки, конечно, ВК-3 нереальные. И я еще раз хочу отметить, что самая классная граната была все равно Кианекса, просто максимально эффективная. Ладно, ЦП, Шторм 49.1. Скорее всего, эта демка рофельная какая-то. Ну, да, в общем. А что задом не заклимбил? Ну, это бан, не заклимбил задом. А, я понял, ну... Это... Не знаю ли... Да, ну, задом, да, ладно. Ну, это мы с Димоном обсудим. Ну, нормально, ладно. Ну, нет, ну, тут-то видно, что задом. Если сейчас кто-то ничего не понимает, то вам не надо. А может и нет. Ну, в общем... Ладно. Без комментариев поставим эту демку. Лесли, т.е. Лесли, т.е. потерял теряет в целом очень много скорости везде и делает почему-то граунд фреймы. Я просто я сижу, думаю, окей, ВК-3 смотрим типа он так прыгает, как будто бы ВК-3 до сих пор смотрим и понять не могу в чем проблема ну в общем да, в общем мы все видели что постоянные сбросы скорости, что поворачивать надо все-таки на боковые стрейфы, АД, либо там у кого как забинджено и все такое хардкор 37.7 так, ну пока без срез, пока просто с плазмой ребята проходят здесь у нас подзбросили скорость, потому что это все перелетается стрел от дальней стены как ВК-3 не очень эффективный потому что ты, грубо говоря, стреляешь со своей чуть ли не нулевой скоростью эффективнее гораздо было бы стрелять именно поворачивая тем более, что там ракету отбирают типа не сразу там уже в самом туннеле целый баг, конечно, запорол но, ну не знаю но я бы переиграл на самом деле как-то не очень качественно пройдено тем более, что хардкор мы знаем, что хардкор может 37.2 в кубе но, возможно, хардкору она просто не понравилась тоже есть такой вариант но не понравилась тогда не играйте а че? я 40 секунд не обеднею а на рейтинг торчить такое не очень хороший угол на самом деле так, скуби попрачивает кнопку вперед тоже от дальней стены не совсем правильно ну и кнопку ну не совсем кнопку вперед здесь на повороте очень много потерял я думаю, что скуби у него вроде бы проблем особых прямо с пушками нету но из-за того, что я вижу я бы ему посоветовал именно посидеть и поиграть в стрейф просто, просто стрейф любой открываешь карты порнстара и дрочишь и да пребудет с собой силы 36.9 Арсению так, таймскил все понятно дайклан про все ясно осенний досвидули на плазме очень долго поднимался вверх мог бы побыстрее подняться и от дальней стены тоже не совсем правильно но повороты более плавные более качественные сохраняют скорости побольше чем скуби и наперед не закидывал но это абсолютно ничего страшного главное, что главное, что прошел нормально но на бфг я, конечно, запоролся и гранату лучше бы было кидать откуда-нибудь от центра чтобы уже с какой-то начальной скоростью вылетать на бфгу так было бы гораздо быстрее Ашанзи 36.7 тоже пока что все через плазму но я плазму после плазмы забрался гораздо эффективнее и вот грубо говоря на повороте но ну да лучше бы ты, конечно, от дальней отстрелился ну на повороте можно очень много там 800 упсов можно себе выбить если не больше тоже наперед накидал и вот примерно от центра он делает как раз чтобы с какой-то начальной скоростью вылететь но не вылетел потому что немножко зафейлил а перепроходить это такое конечно не по-пацански поэтому что есть то есть 35.4 хулиган силичан силичун так пашка давай как учили давай хорошо забрался с плазмы от дальней стены отстрелился ошибка в остальном повороты хорошие тоже примерно от центра и тоже все равно заткнулся и бфг тоже не самое качественное получилось ну такой финиш средненько конечно средненько лалипопы линюс 35.2 25 неделя это почти год уже ребята почти год ну полгода ладно и почти так очень долго на плазме тоже поднимался могу гораздо быстрее это сделать вот видите у меня старый тайм 37.2 он жарский ребята там срез понаходили тоже кидает от центра наперед не закидывает здесь уже не запинается за счет этого я думаю и бфг более-менее получилось нормально нормально ну разница в 200 казалось бы должно быть побольше но так уж как-то вышло димон не прислал я сейчас смотрю варпекер что варпекер 33.4 кипиш варпекер а дима 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 таймскейл тут все ясно очень много скорости тоже пока что без срез поднимается на плазме примерно на повороте кидает ракету было тоже не очень качественно все углы еще собирает ну кипиш ну давай ты же мы же знаем что ты можешь нормально проходить карту ладно наперед хотя бы закинуть и целый баг получился красавчик красавчик но можно было бы конечно гораздо побыстрее the violence 32.6 в Викистане тоже есть фанаты дефрага да это очень круто очень круто по всему миру есть фанаты дефрага а если ты еще не жал прыжок во время климбо наверх либо куда-либо это была бы просто отдельная тебе отдельный лайк как скажем отстреливался кстати на повороте тоже не самый эффективный способ но уже есть какое-то понимание как лучше сделать кидал наперед затайнул забрался без начальной скорости но и так сойдет учитывая что демка в целом очень быстро 31.1 и сту но я так думаю что со срезой будут сап 30 таймы не знаю почему я их ждал здесь и жду здесь сих пор где среза это же изи среза с рампочками как я показывал она не тяжелая там само долетается все тоже от дальней стены еще и много скорости грубо говоря потерял мог бы отселиться от дальней стены поэффективнее но 30 40 ой на гранате очень долго здесь затупил но словил очень хорошо гранату и без цел бага 31.7 хейз угол очень странный 74 возможно там вот на повороте вот вот 800 вот хейз красавчик ну в основном конечно да ну вот вот типа прошел в целом медленнее но за счет вот этого вот этой ракеты он вышел вперед вулканой 34 опа вот и срезка первая красавчик волканоид ну ракета опять же не самая эффективная на повороте здесь много скорости потерял зачем-то спамил прямо прыжок на лестингах можно просто обычно лужом пролетать ну это типа не критично но я думаю что в целом если какая-то карта будет комплексна из каких-то таких лесен или лужом и так далее то ему это помешает и неплохая бфга в целом пройдена неплохо но можно конечно гораздо лучше если где-то хотя бы на стрейфе не терять скорость варпекер 32 ну варпак порадовал конечно варпекер так без срезки наверное рокет будет хороший очень быстро поднялся на плазму вот сходит пешком да стреляет на повороте сохраняем мог бы побольше сохранить но и так сойдет нормально нормально здесь дабл джам сразу и наперед не кидал ошибка и гранату очень хорошо словил и к сожалению получился цел баг так бы если бфг получилось прямо хорошая то из 30 выйти на самом деле меха механик механика берем вандеты вместо варпака 38 0 механик и неплохо так какая-то срезка здесь походу еще жесткая будет да так пешком ли сходил нет отдали сел так сохранил хорошо много скорости на лесенках немножко просрал и в целом стрейф 2 2 лайн карты вообще не очень но получилось хорошо бфга и цел бак ну блин а где подожди тере 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 механик тере только я больше ничего не помню по-эстонски сорян я могу открыть тетрадку и почитать но не сейчас я учил эстонский ну что я могу сказать я не знаю где вот эти 1.8 ой случайно запустил но может быть в этой срезе вместо плазмы может быть еще в чем то тем не менее опа опа шарлон услышал мои молитвы отправил хорошую дем куда топ 3 27.8 очень хорошо ну механик вообще красавчик безусловно arte лу ой шарлон да вот со срезой пришлось ему притормозить хотя можно было бы наверное На первый пат сразу Потерял здесь очень много скорости Еще здесь, там врезался Ну, блядь, ну, Шарло, ну, как так можно вообще? Но гранату постарался максимально эффективно выбросить Зацепился при вылите с гранаты, к сожалению И целый баг не получился Но, вот вы видели, там, чеки, да? Плюс 800 Это дает вот это среза Это только от моего тайма говняного 27, сколько там? 800 она дает А если еще все остальное сделать, получше То это, конечно, про кипоп 27,7, второе место, поздравляю тебя Нормально, нормально, красава Адепты буддизма растут, растут Скоро будут всем наваливать пизды Так, среза через рампу Пешком? Нет, пешком не сходил Отталкивался от дальней стены Это не совсем... Ну, не совсем как-то про, да? Не учитывая, что про кипоп выделил про в своем нике А надо было выделить поп Как-то не по прошлому про кипоп Что-то ракета говняная такая Икарус, первое место Разница, ребята, в 4 Сука, в 4 даже больше 4,6 секунд 4 секунды! Где? Ну, я знаю, где На самом деле на минус-джампах все сделано И на хорошее сохранение скорости Давайте посмотрим Что теперь? Что теперь? Так... Да, вот он сразу Аааа... Ааа... Ааа... пешком да без лишних джампов ой пофигу засралу это было бы easy 22 если вы еще скорости не потерял там на стрейфе вы просто просто топчик ребята ну что давайте перейдем в бровзер да значит брозер ничего конечно я не буду спойлерить там какие-то мало ли чё кто играет не играет или когда смотрит такие-то в общем у нас результаты очень приятно было видеть киселя ну киан-экса граната просто огонь стронг из 5 перебил пузо это очень и очень круто парки поп не про парки поп поп кет красавчик роман спасибо жду если ты вдруг мне напишешь будет круто если мы запишем пару обзорчиков в кутри разберем ну и все димон не прислал димон слабохарактерный дорочит на рейтинг я горит не хочу получать плохой рейтинг за то что буду пятым 5 варпак 22 неплохое число между прочим гуси лебеди ну ладно в общем то все ребят всем большое спасибо всем удачи увидимся на следующих обзорах стримах и так далее и так далее если хотите как-то поддержать мотивировать немножко то с этим последнее время проблемы записывать обзор еще но они любом случае еще будут но если вдруг вам хочется сделать мне приятно можете поддержать меня по ссылкам в описании хотя бы любая копеечка будет конечно уже очень-очень приятно все ребят всем спасибо всем удачи не забывайте стараться лучше